Центр Бендер преображается. Такой масштабной реконструкцией не было за последние полвека. Объемы большие, но многие работы завершат до сентября. Выполнение инвестпрограмм, закупка техники, планы на будущее. Итоги работы подвели на совещание главы. Большой ремонт – это всегда большие объемы и ресурсы, в том числе человеческие. Сейчас стройкой занимаются все коммунальные службы города. Профильные предприятия работают по инвестпрограммам. Горводоканал, к примеру, в этом году освоил порядка 17,5 миллионов рублей. Из масштабных работ – реконструкция канализационного коллектора по улице Кирова на участке Лозо-Ленина. Здесь главный акцент. Уже уложили более километра труб. До конца месяца завершат работы. По улице Ленина, по реконструкции сетей водопровода, заменено сетей водопровода диаметром 63-200, протяженность 1700 метров. Строительство камер 2х2 – одна штука. Строительство водопроводных колодцев двухметровых – одна штука. Строительство водопроводных колодцев полтора метровых – четыре. Замена установки запорной арматуры задвижек от 50 до 200 миллиметров – 20 штук. Замена запорной арматуры вентилей – пять штук. Замена и установка пожарных гидрантов – две штуки. Глобальная реконструкция коснулась электросетей. Старая система без замены прослужила больше 40 лет. Сейчас проложили порядка 8 километров нового кабеля. Ушло на это около 5 миллионов. Модернизировали воздушные линии на гиске и протягаловке. Провели реконструкцию уличного освещения и электросетей в центре. Нами и руководством, с поддержкой руководства ИРС было принято решение разработать рабочий план, который займет несколько лет и довольно больших вливаний денежных средств, но который позволит полностью реконструировать центр города Бендеры, заменить всю сеть электроснабжения на новые кабели. Соответственно, эта замена уже будет производиться с изменением схемы, с учетом надежности электроснабжения потребителей. Инвестпрограммы освоили газовщики, заменили газопроводы и шкафные газораспределители, сделали закольцовку сетей, провели техобслуживание. В том числе газовых водонагревателей. Здесь в очередной раз обращаются к населению. Не забывать о технике безопасности. Просьба к абонентам, которые установлены газовые колонки бездымные, у них у нас много в этом году несчастных случаев связано с отравлением. Ну и есть, конечно, такие явления, что люди ставят сковородку, пожарят, забывают, ставят там борс и варят. Тоже вот это есть. У нас их 5 или 6 таких случаев. Силами Бендера Теплоэнерго реконструированы городские котельные. На стадии завершения ремонт Надзержинского 47. Меняют теплосети по улицам 40 лет Победы, Суворова, Ленина и Бендерского восстания. Что касается восстановления дорог после разрытия, успевают сделать не все. Техника предприятия работает на участках, пострадавших во время ливней. Этот вопрос на особом контроле главы, как и своевременный вывоз мусора и веток после проведения работ. Мы движемся однозначно в правильном направлении. Хотел бы акцентировать внимание всех руководителей на максимальной своей временности закрытия тех разрытий, которые остаются после проведения работ аварийных и плановых. На это обращают внимание избиратели. Помимо этого, обращаю внимание на правила ограждения участков, особенно по аварийному ремонту, где мы ставим ограждения. Эти ограждения, особенно если находятся на правильной части, должны быть видны. Еще один важный объект – автомобильный мост по улицам Котовского-Панино. Работы здесь выполнены почти наполовину. Рабочие начали заливку бетонных конструкций. Потом будут ремонтировать пролетные балки. К середине сентября выйдут на монтаж пролетных строений. Будут применены материалы современные компании «Пенетрон» для укрепления бетонных смесей. И мы выходим по проекту, в общем-то согласовали, тротуарных блоков и тротуарных пыль, потому что есть сложности с ними и конструктивные, и доставка, и они не улучшают работу самого путепровода. Поэтому сейчас ГУП «Преднестровский» разрабатывает на этой неделе проект устройства монолитного покрытия. Примерно грузоподъемность моста может вырасти до 10%. Дорожное полотно будет готово к началу октября. 20 дней займут другие работы – барьерные и перильные ограждения. А после пустят транспорт. До ноября работы планируют завершить. В планах и реконструкция любимых уголков отдыха бендерчан. У нас будет сквер Маргелово с левой стороны Декаткаченко. Там будет небольшая реконструкция, это замена дорожек, там уличное освещение, малые формы появятся. Это после дня республики будет сделано. Маланка будет реконструирована, почти в тех же она будет размерах. Появятся там дополнительно фонари нормальные. То есть не высокие эти ромашки будут, а будут фонари уличные. Малые формы появятся. И частичная территория возле фонтана, вот здесь тоже, возле площади освобождения. Новое плиточное ограждение, декоративные арки и световой занавес появятся на площади освобождения. В планах благоустройство площади у железнодорожного мемориала комплекса. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.